Какая-то, я не знаю, идеология. Ты в квартиру всех пускаешь? Нет, я модерирую. Если я человеку мало-мальски сдаюсь, то я его пускаю. Отлично, то есть какая-то модерация есть? Не всех, да? А вы что, всех пускаете? Да конечно нет. Конечно нет. Ну конечно нет, а я совсем чуть-чуть. Ну что ты, конечно нет. У тебя есть свои представления. Ну я открыт любым представлениям. И люди открыты. А вы вот не открыты. Ну к тебе обратились? К тебе обратились эти самые, я не знаю, кто у нас там? А вы мусорникё. Да, кто там обратились? Геи, геи из Apple обратились. Я с пидарасами не сижу, значит, рядом. Я к пидарасам не отношу вас. Больше драйва. Ну с другой стороны. Ну с другой стороны. Почему вы рамки ставите? Если я говорю то, что справедливая Россия, я сразу же говорю, вы провокатор Единой России. В Единой России мне говорят, вы против нас, потому что мы вас выгнали и так далее и там подобное. Но это не так. Не бывает плюс и минус. Не бывает человек то, что он сегодня плохой, завтра хороший. Гитлер хороший только потому, что он убил сам себя. Ой. Он убил же Гитлера. Ну и поэтому он хороший. Слушай, давай так. Я говорил про то, что есть площадка, в которой есть определенные принципы. Она формирует их сейчас, доформирует окончательно концепцию. Какие принципы? Нет никаких принципов, если за деньги все готово туда пускать. Нет такого принципа, что за деньги готово все пускать. Нет такого принципа. Ты где это вообще взял? Ты откуда вообще все это слышал? Ну за сколько можно арендовать завтра вашу площадку? Не за сколько. Почему? Ну потому что надо обратиться. Есть проект, да? Ну вот у меня есть проект, я произвожу зелененькие пузырьки. Я хочу их презентовать. Сколько будет стоить? Ни сколько. То есть я можно завтра прийти? Почему? Ну потому что непрезентуемый, непредозначенный для презентации зелененькие зереньки. Красно, бело, синие пузырьки. А на бело, синие можно. С благотипом Единой России. Обо всем надо разговаривать, да? Обо всем надо. Ну соответственно администраторы, с которыми обратились твои девочки, да? Они мои. Они не дохвалы. Я возмущен не тем, что девочки, не возмущен тем, что безмолазы, а тем, что люди попытались что-то сделать, им вместо того, чтобы помочь, вместо того, чтобы посоветовать. Скажите, идите в жопу. Слушай, это значит, в особо грубой форме. А какая была особо грубая форма. Извините, это была особо грубая форма. Ну давай разберемся, давай разберемся. Вот я просто, вот была супер. Давай разберемся. Я не верю в это. Ну а как это называется? Ну а как это BE'я? Какая была форма? Три недели мутызили, сказали. Это называется особо грубая форма, да? Можно я закончу? Спасибо. Сперва три недели мы говорим «может быть», хотя уже сказали «нет». А потом, когда все было готово, когда у них не осталось времени, не найти другую площадку, не найти других людей и так далее, там потом вы сказали «идите, взойдет у нас бизнес молодость». Давай разберемся, я думаю, что было немножко не так, но я сам обязательно в этом вопросе... Я знаю, что было не так. Я тоже думаю, что было не так. А как было? На самом деле, ну, я тоже в курсе этой ситуации, ну вот. Ну, я не в курсе. Ну, как бы, вот на самом деле. Ну, Ильяна мне рассказывала, что просто у девочек, ну, хаб-площадка не предназначена для того, чтобы, допустим, там однолинейно что-то проводилось, и у них был просто сценарий, да? Там первый ведущий, второй ведущий, больше у них ничего не было. У них было три площадки. Ну, нет, я тебе говорю, как мне было сказано, да, что у них был просто сценарий, который, ну, то есть такой формат обычно не, ну, не проводится на хабе. Вот. И как мне было объяснено, что просто не было цели мероприятия. Вот. Вот. Это такие залоги. Какая цель была у мероприятия, когда им девочкам отказали, музыкальном концерте. Какая цель у этого мероприятия была? Просто вот тот день, когда им отказали, там проходил пиано-концерт. Какая цель этого мероприятия? Смотри. Как устроена жизнь, да, Владим? Вот жизнь устроена так. Нет, все-таки давайте ответим на вопрос. Какая цель была мероприятия? Ну, цель мероприятия музыкального, любого, да, это музыкальное мероприятие, это, значит, это радость соприкосновением с музыкой, да. Ну, а музыкальное мероприятие – хэллоуин. А досуг хэллоуин почему не решили? Менеджеры определяют, какое будет музыкальное мероприятие. Хэллоуин или, соответственно, будет мероприятие, значит, другое, да. Они определили, имели право абсолютно, это абсолютно в их, значит, в их праве, да. Вопрос в другом, что в какой форме особо она была изощрённая, насколько это значит клиентоориентированная, это второй вопрос. А то, что они имели право это сделать, это правильно, а так в любом заведении. Заведение может не допустить посетителя без объяснения причин. Это такая частая вещь. Вы же себя не позиционируете как заведение, которое не может кого-то допустить. Мы так себе не позиционируем, но по-любому невозможно всё провести одновременно. Сейчас достаточно большой поток на самом деле. Нет, но почему это было отказано не за три недели, а за три дня? Вот именно с этим моментом я и разберусь, я тебе расскажу, как это было. Потому что я знаю, как это было. Вот именно смотри, вот это единственный момент, что форма была плохая. И посмотрим, если это было действительно там всё приготовлено, им там тянули время. А вы, наверное, понимаете, было так всегда.